Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Передо мной два швейцарских ножа Виктори Нокс Климпер. Они абсолютно одинаковые. Единственная есть разница практически в 30 лет. Этому ножу 2 года, а этому ножу 31 год. Сегодня покажу, в чем разница. Это немножко пореставрируем и в целом поговорим о ножах. Итак, друзья, начнем наш обзор, наш рассказ о ножах. Да, действительно, это два одинаковых ножа. Я сейчас их буду потихонечку показывать. Ну и будем сравнивать, в чем же отличие современного ножа Виктори Нокс и 30-летней давности. В целом нож Виктори Нокс Климпер на самом деле является моим любимым ножом. Он у меня всегда на кармане. Вот этим ножом 2 года. Но он такой уже поюзанный, потому что постоянно лежит у меня в кармане. Я его всегда беру с собой. Климберг, кстати говоря, переводится как альпинист. Я альпинистом не являюсь, я журналист. Ну, очень похожие слова. Возможно, именно поэтому он так и хорошо прижил с меня на кармане. Это мой нож, а это нож моего товарища. Вот он ему достался от отца. Сейчас он лежит у него в автомобиле. А когда он принадлежал его отцу, тот его активно использовал. И отец был электриком на огромном комбинате. Собственно, подтверждение этого мы сегодня с вами увидим в этом ножике. Давайте, наверное, начнем осмотр. Начнем с самого главного и основного. Это клинок стандартный для всех клинков Виктори Нокс формата 91 мм. Вот так выглядит. Есть ли разница между современным и 30-летним ножом? Да, есть. С этой стороны разницы нет никакой. Виктори Нокс Swiss Made Stylus. Стайлес – это нержавейка, я так понимаю. А с этой стороны, друзья, смотрите. Это современный нож. Офицер Сьюз. А это тот самый с арбалетиком. Многие, кстати, коллекционеры ценят офицерские швейцарские ножи. Именно вот такие с арбалетом считают только их настоящими. А все остальное современным. Китаем. Вот такой клиночек. Этот, кстати говоря, сегодня потачу. Для того, чтобы вернуть потом товарищу уже в первозданном виде. Так, дальше у нас второй инструмент ножа-климбер. У нас сегодня сразу несколько дел мы делаем. Мы обзор ножа делаем, а климбер, да, вдруг тот хочет себе купить. И такой эксцентрический экскурс, как выглядел климбер 30 лет назад. И рассказываем про конкретный нож. Вот этот нож-электрика с комбината. Итак, второй клинок. И здесь, конечно, видно, чем пользовался электрик во время своей работы. Он пользовался вот этим маленьким ножиком. Я спросил у товарища, он говорит, да, действительно, этот маленький нож чаще всего использовался для того, чтобы зачищать провода, для того, чтобы что-то соединять. И вот здесь, друзья, видите, вот это. Это удар током. Это проплавился клинок от того, что, видимо, провод был под напряжением, и как бы удар пришелся вот сюда. Ну, судя по тому, что хозяин ножа пережил это событие, не так уж все и страшно было, но для ножа, конечно, страшновато. Я сейчас не знаю, как вот это восстановить, возможно ли или нет. Я заточу сам нож сейчас. Ну, а вот это оставлю, как память получается. Будет зазубрено. Потому что если выточить эту зазубрину, да, сточить, то от ножа совсем ничего не останется. Поэтому вот такой пострадавший нож. Так, следующий инструмент в Климбере, мой любимый инструмент не только в Климбере, но и во всех ножах Викторинокс, это, конечно, ножницы. Ножницы потрясающие. Ножницы находят свое применение ежедневно. Это мои ножницы. Это ножницы ножа 30-летней давности. Есть разница? Есть. Здесь отсутствует пружинка. Товарищ ее потерял несколько лет назад. Вернее, она сломалась уже просто от износа. Я ему говорю, давай поменяем. На самом деле, не так сложно заказать новую пружинку. Она стоит какие-то копейки. Но он сказал, причем вот это на полном серьезе. Я говорю, я закажу тебе пружинку, я тебе отдам с пружинкой. Нет, мне нужен такой, потому что он уже каким-то образом, это дело привычки, он уже каким-то образом привык. Вот так вот. Я не знаю как, но когда он мне показывал, он говорит, да я вот так, раз, 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 раз. И у меня как-то очень четко получалось. И я подумал, что да, действительно, лучше человеку не мешать, раз он привык, раз ему так нравится, то всегда пожалуйста. Так, это первые два ряда инструментов. И третий ряд, весьма классический для всех ножей Victorinox. Это комплект открывалок. Вот так выглядит он на современном ноже. Но здесь, можете заметить, я уже прокачивал этот ряд. Есть небольшие изменения, сейчас покажу. Это на ноже 30 лет недавности. Они одинаковые, они одинаковые. Здесь ничего не поменялось. Компания Victorinox следует традициям. Здесь я поменял. Вот смотрите, вот видите. Это для снятия изоляции с проводов. Но, видимо, электрик, которому принадлежал этот нож, он не знал об этой функции, или не пользовался ей, а пользовался маленьким клинком. Мы же с вами видели. Вот, я же что сделал? Я заточил это дело. Вот так было, вот так стало. Я заточил эту штуку, и теперь снимать изоляцию на самом деле удобно. Она острая. Она острая, просто надфлим. Нет, я не испортил нож. Это как бы... Может, и испортил, не знаю. Но это мое дело. Вот так выглядит третий ряд. Так, следующий, друзья, что есть еще в этих ножиках? Это на обратной стороне еще три инструмента. Ну, три здесь, а здесь пять. Какие? Сейчас покажу. Первый инструмент – это классический штопор. Здесь тоже за 30 лет никаких изменений не случилось. Единственное, я докупил себе вот такую часовую или чечную отвертку, их по-разному называют. Но на самом деле, что прикольно летом, летом, когда действительно нужно подкрутить солнцезащитные очки, пригождается. Еще есть такая фишка. Сюда можно ниточку намотать и закрутить. У вас всегда будет с собой ниточка. Зачем ниточка, если нет иголочки? Иголочка есть. Вот она, она дорогая. Она в плашке. Вот игла. Прячется вот сюда, вот в это отверстие. Здесь, кстати говоря, нет такого отверстия. Оно вообще не предусмотрено. Но я так понимаю, что это все-таки не стандартная версия ножа. Это версия эколайн. То есть, это целидоровые накладки, а это пластмассовые накладки. Они изначально были вот такие матовые, и на них логотип Викторинокса был не вот такой металлический, а был нарисован, и поэтому, собственно, истерся. Поэтому этот нож, в принципе, не такой дорогой версии, как вот этот. Ну, там разница в 500 рублей. Вот. Дальше, друзья, следующий ряд инструментов. Это знаменитый, бесполезный Викториноксовский крюк. Он был здесь 30 лет назад, и он есть на моем современном ноже. Мне многие в комментариях пишут, что применяют этот крюк, что-то носить, что-то там зашнуровывать, отшнуровывать. Ну, возможно, у меня еще пока ни разу не находил применение. Вообще, он для того, чтобы посылки носить в швейцарской армии. Но я не ношу посылок. И еще один инструмент на задней кромке. И это шило. Шило мое. Шило 30-летней давности. И они абсолютно идентичны. Вот что значит, да? Следование швейцарским традициям. Вроде прошло 30 лет. Ножевая индустрия развивается семимильными шагами, а вообще практически без изменений. Единственное, что убрали арбалет. Так, здесь у нас... Ну, эта штука тоже требует замены. Ей 30 лет. И мне страшно ее брать. Фу-фу-фу. У меня, кстати, новая. Я ее не пользуюсь. Потому что это не очень гигиенично. Так, и с этой стороны у нас пинцет традиционный. Посмотрим, изменился ли пинцет за 30 лет. Нет, не изменился. Он остался точно таким же. Друзья, вот такой вот интересный ножик. Да, сегодня посмотрели. Викторий Нокс Климпер, если кого-то заинтересовало. Вот. Сейчас, кстати говоря, хочу попробовать заточить. Основная часть видео уже закончена. Кому интересно, как я буду затачивать, то еще пару минут можете полюбоваться. Я с вами прощаюсь. Это был канал Миклуха Макфлай, друзья. Ссылку, кстати, на ножи тоже прикреплю. Посмотрите, если кому-то будет интересно. Все, пока. Миклуха Макфлай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...